Добрый день, в Кирове 13.06 начинается программа «Особое мнение», у микрофона Владимир Сметанин. И напротив меня Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. У Марины Сергеевны, как известно, есть опыт депутатской работы и в УЗС, и в Кировской городской думе. Добрый день, Марина Сергеевна. Добрый день, несмотря на понедельник, 13-е и такую погоду. Да, погодка, конечно, оставляет желать лучшего. Кстати, как столетие революции отметили? Прекрасно. Прекрасно отметили. Можно хотя бы подвести итоги то, что было? Дело в том, что... Для Кировчан самым ярким, наверное, салют, наверное, запомнился. Вот, кстати, спасибо за салют. Вы знаете, некоторые мне звонили и говорили, вот вы не знаете, куда деньги потратить и так далее. Вам лично? Ну, КПРФ. Мол, вы коммунисты не знаете, куда деньги потратить. И рядом вот такие вот оказались. На Новый год наша городская администрация собирается потратить 13 миллионов. 13 с небольшим там, да. Ну, там 13,6, да, если я помню. А мы потратили аж 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей. Да, причем эти деньги собирали все желающие, кто хотел поучаствовать, кто 10 рублей, кто 50, 100 и так далее. Так что вот этот был салют, фейверк, как его можно назвать, и очень много людей собрало. Когда мы эту информацию вбросили в группы наши, да, ВКонтакте и так далее, это объявление и о демонстрации, ну, это в рабочее время было, да, о фейверке посмотрели 36 тысяч человек. Так что очень были довольны. А сумма вот она, собранная. 13 тысяч это не только фейверк, или это вот именно вот это как раз? Да, 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 только фейверк и все. Ух ты. Оказывается, можно обойтись не совсем уж большими деньгами. Да, да, да. Как нам там говорит обычная администрация, потратим столько-то, столько-то. Хорошо. Наши слушатели могут вам тоже вопросы задавать на нашем сайте eho.kirova.ru. Есть три вопроса, я их обязательно озвучу, буду чередовать с теми вопросами, которые я подготовил. Хочу начать вот с чего. Ваш коллега Алексей Вотинцев, руководитель фракции КПРФ в Кировской гордуме, наравне с руководителями еще двух оппозиционных фракций, подписал письмо на имя главы города Елены Ковалевой. И высказывают партии оппозиционное недовольство поведением «Единой России». Речь идет о том, что 4 ноября, когда открывались несколько дворов, отремонтированных по программе формирования комфортной городской среды, там присутствовала активная символика «Единой России». И депутаты пишут о том, что получается, что федеральный проект вы выдаете за партийный. Насколько это корректно, поведение? Ну, вы знаете, для меня неудивительно, потому что «Единая Россия» всегда так нагло себя вела. Приписывая себе все и вся, что только можно, тратя бюджетные деньги, федеральные или областные, или еще какие. Это их методы, и если кто привык себе лапшу на уши, так сказать, воспринимать от «Единой России», это их право. А то, что касается вот этих проектов, и сегодня есть попытка, так сказать, объединить, забрать деньги. Вот о чем хочу сказать. Я была два созыва депутатом Кировской городской думы и, значит, один созыв в законодательном собрании. С чем столкнулась? В первый созыв в городской думе, да, у нас не было средств. И было выгодно, если уж так говорить, избирать людей, у которых есть деньги. Не было средств, в смысле, у депутатов, и ничего на выполнение наказов не давалось. Ну, конечно, ну как можно было, да? Но, когда вот мы пришли, все-таки решение было, если тогда не ошибаюсь, по-моему, по 400 тысяч депутатам. И сразу вспомнилось, о чем люди просили. Ну, например, установить те же скамейки вот на аллеях Октябрьского проспекта, мой округ. Еще там ряд пожеланий было. Обещания я не могла давать, поскольку денег не было. И вот в этом отношении депутаты, как сказать, уравнивались в правах, что они могли выполнить наказы избирателей независимой, рабочий ли он там, или библиотекарь. То есть человек, у которого средств не так много. А вот в законодательном собрании такой практики не было. Хотя настаивали постоянно. И что получалось? Те, у кого руководители предприятий, они красиво выглядели, представляя, что вот они могут. Какой смысл вам выбирать там депутатов, в которых нет денег? Хотя во всех соседних регионах, мы были там и в Пермском крае, и в Удмуртии, и в Нижегородской, до трех миллионов каждому депутату законодательного собрания предоставлялось на исполнение наказов избирателей. То есть сам депутат этих денег никогда в руках не держал. Это бюджетное средство, которое он только расписывал, куда их стоит направить. Кому конкретно помочь, что сделать. И рассматривался этот вопрос и на совете законодательного собрания. То есть это действительно потребность такая есть на выполнение этого наказа. То есть не то, что я там кому-то хочу квартирку купить или там. Нет. Это было как раз общественно значимые дела. А вот в Кировской области эта практика всячески препятствовала этому. Но вопрос поднимался ведь? Неоднократно. Поднимался, да. И вот вы понимаете, этим принижалось и значение депутатов законодательного собрания. И я помню, Виктор Николаевич Женихов задал вопрос с представителя... Член фракции КПРФ в УЗС 5-го... Руководитель фракции КПРФ, да. Руководитель, простите, да. Когда выступал представитель Кировского химкомбината и говорил, мы потратили там на наши восточные районы столько-столько. И Виктор Николаевич спросил, а это из вашего кармана? Какие деньги тратят эти же руководители предприятий? Они тратят деньги, заработанные коллективом этих предприятий. Но тратят, даже не спросив эти коллективы, согласны ли те, кто получает зарплату, доволен или нет, чтобы руководитель эти деньги отдавал и тратил на что-то другое. Вот я всегда сторонница, что если ты тратишь, ты или свои деньги вкладывай, или чтобы это было все открыто, это должны быть средства, которые выделяют депутатам. А иначе что получается? Если ко мне как к депутату обращаются, и я чувствую, что крайне важно помочь, это необходимо помочь этому человеку, он рассчитывает, что я куда-то пойду, куда? С протянутой рукой к тем, у кого деньги есть, и начинаю просить. Получается, я становлюсь в зависимости от этого руководителя. И когда он придет ко мне как к депутату и скажет, там не нужно пролоббировать, там земельный участок. За тобой должок там, да? Да, за тобой же должок. Значит, депутат сразу становится зависимым. Такого быть не должно. И вот когда в городской думе была введена вот такая квота, уже до 700 тысяч рублей в год мог депутат тратить, это все-таки уравнивало в правах. Сейчас, когда хотят эти деньги полностью пустить на благоустройство, я допускаю, да, это, наверное, нужно, но это федеральная программа, муниципальные средства, средства граждан, которые хотели бы свой двор благоустроить. Областного бюджета. И областной бюджет. И когда возникает вопрос, ну, ко мне обращались порой, детский сад не мог получить лицензию, потому что там в пищеблоке не было чего-то. Я давала деньги, и дети этого микрорайона могли спокойно посещать детский сад, который получал лицензию. Еще какая-то необходимость, еще вот благоглупость. Когда в Кирове организовали детский хор сводный. Это прекрасно. И из 48-й школы 10 ребятишек отобрали в этот сводный хор, потому что у них там два образцовых коллектива. Сказали, да, прекрасно, значит, а костюмы шейте за свой счет. Вот как это могло быть? Нужно было, да, я нашла эти деньги, так сказать, да, сделала. Но это разве такой порядок должен быть? Поэтому иногда эти деньги тратятся не только на благоустройство, которое крайне необходимо решить вопрос и не обидеть. И социальные, вот как я говорю, равные права. И попытка приписать программам, которые на федеральном уровне, какой-то партийный вот этот оттенок, это одна сторона. А то, что депутатов нельзя лишать вот этой возможности уравнить, уравнивать их в правах с тем, чтобы они могли одинаково помогать и не становясь зависимыми от кого-то, принимая решение. Вот этот вопрос до сих пор, он висит в законодательном собрании. А сейчас попытка переходит, вот как финансирование было на региональном уровне, переносится на городской. Это недопустимо, я считаю. Возвращаясь к тем мероприятиям, где присутствовала символика «Единая Россия», мне не кажется, что личное решение Елена Ковалева принимала, чтобы быть там этим транспарантом, не быть. Это решение наверняка того депутата, вот от той местности, где открывались площадки. Вы знаете, даже если говорить о каких-то субботниках, которые общепроводятся, для нас не суть важна, мы работаем все вместе. Им нужно обязательно надеть эту символику, показать там «Единая Россия», хотя их по количеству может быть и меньше. Вот здесь, где надо, где не надо, ну, можно обмануть человека один раз, но обманывать всех и постоянно невозможно. Люди уже соответствующе относятся и задают вопрос, из чего вдруг, когда они или сами укладывали, или что-то. Другой пример привяжу. Простите, может быть, теми же методами, символику КПРФ, символику «Справедливая Россия», ВДПР размещать на таких мероприятиях? У меня, например, сомнения появляются. Кто мешает? Сегодня сюжет появился, значит, губернатор пробует там тренажер и так далее. Точно такой же, а у нас их даже три, еще воркаут установлен во дворе, спортивная площадка во дворе нашего дома, Октябрьский, 95. И когда все остальные снимали, приходили, телевидение и так далее, у нас тоже было все заранее, но к нам не пришли, наверное, потому, что коммунисты вот в этом деле участвуют. Понимаете? Опасались. Да, хотя у нас все прекрасно обошлось, и без присутствия там, и телевидения и так далее, мы это для себя делали. Вот когда идет такое натягивание одеяла на себя, ну, где-то оно и порвется, извините, ребята. Ну, это нарушение того принципа, не знаю, можно ли назвать его принципом. В Угиной России разве есть какие принципы? Я, честно говоря, подруга не интересовался этим вопросом, есть ли у них принципы. Просто Елена Ковалева заявляла о том, что давайте будем все работать вместе здесь, в Гордуме, без такого выпячивания партийной принадлежности. Ну, я не знаю, будет ли она сама рада таким, так сказать, когда это против, в общем-то, противоречит ее словам. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Я напомню, что это особое мнение Марины Сазонтовой, первого секретаря Кировского горкома КПРФ, дважды депутата, экс-депутата Кировской городской думы и депутата ОЗС 5-го созыва. Мы прервемся на небольшую паузу. Продолжается наш разговор с Мариной Сазонтовой. Я обращаюсь к тем вопросам, которые есть на сайте хакирова.ру. Вот, к примеру, Кириллу интересуется. Марина Сергеевна, есть такое мнение устоявшееся, что КПРФ – это партия пожилых людей. Если посмотреть на актив, это хорошо прослеживается. Сергею Мамаеву почти уже 60, и вокруг него люди от 50 и старше. В митингах участвуют только пенсионеры. Почему вы не привлекаете молодежь? Интересуется Кирилл. Ну, я Кириллу бы посоветовала прийти на какой-нибудь наш актив, когда собираются, и посмотреть. Во-первых, когда на митинге, к сожалению, они проводятся в рабочее время, молодежь в это время, она работает или учится. А когда мы проводим вечернее время, если взять концерт последнее, торжественное, которое мы проводили 6 ноября, посвященное столетию, там молодежи достаточно было много. Я согласна, мы не дожидаемся, когда в окружении Сергея Павлиныча только такой возрастной присутствует контингент. У нас Алексею Вотинцеву, 44 года. Сегодня руководителю областной организации ЛКСМ, который тоже входит к нам. Михаилу, да, Кремлевую 20 с небольшим, там 25, Бояринцеву. Да много ребят можно называть, которые иногда мы их даже не светим, как говорится. Они работают, чтобы у них на работе не было неприятностей. А вот если посмотреть наш состав, это больше, ну, около 60 человек, кто шел на выборы, то средний возраст, я там подсчитывала, где-то 43 или 45 лет. Так что это говорит как раз о зрелом возрасте людей, которые, да, и с опытом, и которые должны попробовать, и молодые. Вот ответ на вопрос. В общем, вы не согласны, да, с Кириллом, который, возможно, считает, что в основном это пожилые люди. Даже ведь можно как показывать человека, да, если вот дети войны, они собираются, да, это пожилые, в рабочее время, да, и могут позволить себе пенсионера прийти. Но это не весь состав партии. Иван далее задает вопрос. Скажите, как вы оцениваете нынешнее состояние КПРФ в нашем регионе? Не кажется ли вам, что оно катастрофическое, в том числе, если посмотреть на результаты предыдущих выборов, с чем вы это связываете? И не пора ли Сергею Павлинычу, руководителю Кировского обкома, первому секретарю Кировского обкома КПРФ, уйти со своей должности? Ну, вы знаете, я с детства люблю математику и всегда доверяю. И журналистика, она тоже приучила доверять фактам. Так вот, за коммунистов последние выборы, да, за городскую думу, которую у нас там проходили, проголосовало больше людей, нежели чем в предыдущем, в 2014 году. Поэтому сказать, что у нас положение ухудшается, тоже не зря. Если говорить конкретно о Сергею Павлинычу, то выборы глав регионов проходили в 16 у нас местах, в краях, там, регионах и так далее. Вот из них Сергей Павлиныч занял первое место из 16 регионов по количеству наборов голосов. По представителям от КПРФ кто шел, да? Да, да. Самый большой Сергей Павлиныч среди своих коллег. Да, и отношение к нему каково. Да, у нас есть претензии к ЦК, которая затянула с принятием решения о выдвижении Сергея Павлиныча на пост губернатора. И это сократило. Да, да. Претензии и на съезде, думаю, мы тоже выскажем, когда второй этап его будет проходить в декабре. Они затянули до предела, то есть не успели так, ну, раскрутить или в полной мере воспользоваться выборной кампанией периодом этим. Поэтому, к сожалению, и такие с финансированием были проблемы. Поэтому после этого даже более сочувственно стали к Сергею Павлинычу относиться, а не то, что его положение ухудшилось. Сочувственность, это беречь его больше что-то, оберегать? Нет, в том плане, что, к сожалению, он не смог себя реализовать так, как он мог бы себя реализовать. И в этом, конечно, есть беда. Мы интересовались у него по прошествии выборов. Он сказал, что своим результатом доволен. Но как результат, то, что из 16 он первый, да, но результат мог быть лучше, если бы мы проводили кампанию сразу же, не затягивая, не застряв на старте. Это мое мнение. Ну и ряд других причин, которые... И единственное, будем говорить, кандидат, и власть показывает, кого она действительно опасается. Это максимальное количество негатива и, как сказать, препятствий к реализации своих действий как кандидата в депутаты было по отношению именно к Мамаеву предпринято. Ну и давайте еще один вопрос задам с нашего сайта. Он от Михаила. На прошлой неделе на телеканалах прошли показы фильмов «Троцкий» и «Демон революции». Ваше мнение, что это режиссерский вымысел и искажение истории, я, признаться, не смотрел. Вы можете здесь дать комментарий? Мне хватило тех роликов, которые начинали показывать, по-моему, чуть ли не с сентября, что вот готовится. То есть трейлеры, так называемые, да? Да, да, да. Презентационные ролики. Да. И я уже поняла тогда, что это очередная, так сказать, ложь, клевета и, так сказать, использование попыток. Если посмотреть, недавно у меня статья в «Правде» попалась по поводу вот этого якобы демона-революции. Это нет, не Ленин, и тут недавно как раз вчера или по каналу «Культура» попало на этот сюжет, что сам режиссер говорил, что нет, демона-революции – это нечто такое общее, абстрактное. А, как говорят, есть режиссерские одни задумки и реализации, то, что люди видят. Нет, бывают одни режиссерские находки, а содержания нет. Вот они вытащили то, что там я слышала, ну, видела по этим роликам претензионным, да, которые шли. И деньги очередной, и вагон, и так далее. Так вот, этот Паргус, по-моему, я фамилию могу назвать, на кого вот ставочку делали, и там он якобы как под демон идёт, он был исключён из партии ещё в 905 году как раз за махинации с финансами. Вот это в «Правде» как документ всё это опубликовано. Поэтому вот ещё раз печально, когда наши творческие личности, интеллигенции, выполняют заказуху, вот что у нас штрафбат был и другие фильмы, которые извращали вообще саму суть, как это было и что это было, выполняя заказ этих властей. По-другому я не могу сказать. Вот насколько они боятся, ведь если спрашивают людей, как отнестись к Октябрьской революции, её сейчас пытаются не завести там, кто называет контрреволюцией, кто там, это просто революция 1917 года, объединяя... Нет, объединяя буржуазную и Октябрьскую, так сказать, понимаете, вот нивелируя, забывая вообще все достижения. Мы о них говорили вот и в докладе на торжественном заседании, которое посвящено Великому Октябрю. Ведь не случайно приехали, по-моему, около 120 или там 160 делегаций со всего мира, которые отмечали эту дату. Это был прорыв, это было показано, потому что за справедливость сегодня борются и до сих пор, и никто не может это опровергнуть. Считать, что мы сегодня в справедливом мире живём, тоже нельзя. Поэтому значение революции и попытка вот с этими фильмами что-то нивелировать, это очередная, так сказать, боязнь, что оказывается, это всё какая-то кучка, там что-то сделала, ребята, это всё было напрасно. Вот вы знаете такой факт, нам все пишут, во всех сейчас там красиво звучит, что Россия в 13-м году, там, или, ну, начало века, она пол Европы кормила хлебом. А фактически, есть статистические данные, это было всего лишь 6%. 913 имеется в виду год? Начало с 906, к 13-му году, да. Да, к Первой мировой войне. Да, да, да. Значит, 6% всего лишь хлеба поступало из России. И даже Струве, министр, да, у нас царский, он писал о том, что, наверное, я не могу сейчас в деталях там, как это он написал, но как можно было при, вот особенно 11-й год, когда голод, до 30 миллионов людей, там, особенно дети, очень многие гибли, да, из-за этого голода, 13 миллионов пудов отправляли за границу. То же самое, как нашу нефть сегодня. У нас здесь бензин растёт, но получить доллары все хотят. Поэтому надо обращаться к цифрам, к статистике невыдуманной, которая, так сказать, и слухом, а пользоваться объективными данными. Историческими документами. Да. Есть, кстати, ещё вопросы, они поступают потихонечку на их.кирова.ру. Рекомендую вам писать, если у вас есть вопрос, Марина Сергеевна. Я хочу всё-таки обсудить с вами тему пятничную. В пятницу стало известно, что экс-директор Кировской региональной ипотечной корпорации Виталий Шмаков за взятку в 3 миллиона рублей получил 8,5 лет строгого режима и 15 миллионов рублей штрафа. Довольно такое широкое обсуждение в интернете развернулось, и люди пишут, ну уж если этому за 3 миллиона дали 8,5 лет, то тому же Белых сколько должны дать за взятку гораздо больше. Вот насколько адекватно это наказание, на ваш взгляд? Вот вы знаете, если бы мы услышали эти цифры, я имею в виду по срокам, в отношении того же Сердюкова Васильевой, да, наверное, наконец-то бы раздались бы аплодисменты, что неужели наше правосудие начинает всё-таки немножко действовать. Когда доказана взятка, это не подстава, а, так сказать, объективная вполне реальность, и такой факт существовал, это доказывает ещё раз, что у нас очень избирательная правовая система, когда к одним... Правосудие? Система, избирательный подход нашей правоохранительной системы. А, в целом правоохранительная система, не только суда? Да, избирательный, да, подход. Потому что за, например, кражу там бутылки водки там или ещё чего-то там повторно, рецидив, да, какой-то, и человек получает там 5-6 лет, а когда он миллиардами, извините, не может отчитаться, куда же они делись и, так сказать, как их куда применили, или не может отчитаться, за счёт каких средств он там приобретает имущество, уж не только там в России, а в Куршевеле там и так далее, и так далее. Вот, знаете, очень у людей может ли возникать доверие к этому правосудию? Власти это надо, а она терпит. Вот недаром заголовок, я сейчас могу только запутаться, немножко не вспомню, или в культуре, в газете «Культура», или литературная газета, очень хороший заголовок. «Революции создаёт политика государства». Чего дожидаются? То есть своим поведением? Своим поведением, конечно. Провоцируют такие вещи? Да. И когда мы так вот, не надо же каждому подходить, это вот во всеуслышание нам показывают, вот видите, он какой, сейчас вот там же появляется фамилия Куземская, которая там куда-то рядом с этим же Шмаковым и так далее. Которую суд вызывал, но не добился. И в то же время, когда из Глобуса Березина держали там сколько-то год с лишним, или вдруг больше, да, и чем кончилось. Я говорю, в советское время, если говорили, возбуждено уголовное дело, люди знали, что дойдёт до суда и до срока. Там только, знаете, статьи, там от трёх до пяти, там от пяти до шести и так далее. А сейчас очень многие возбуждаются и заканчивается это пшиком. И мы это видим, и не надо каждому всё это, причём публично говорится. Какое отношение может у людей, какое доверие к этой власти может быть, когда они принимают вот такие избранные решения? Я где-то прочитал, кстати, чей-то комментарий, что Шмаков вот этим приговором, ну, по мнению написавшего там достаточно суровым, снял такой градус недовольства в адрес Единой России. И всё-таки Шмаков ещё и активный партийный функционер, он выиграл праймерис. Вот, и якобы как-то там пружина сжималась народного недовольства Единой России. И тут вот бац, такой приговор. Имеет место быть вот эти такие размышления, как вы думаете? Вот когда так размышляет журналистика, ну, это как, будем говорить, публицистика, там что-то порассуждать и всё. Когда вот идёт такой примор, мне часто такие подобные, вот если бы или как вы, я никогда не гадаю, потому что журналистика, она должна быть очень конкретной по фактам, потому что мне начинают называть слишком такой факт, что то, что он взял на себя и не рассчитывал на конкретный срок, а только на условный. Как сейчас будут развиваться события, я не знаю, потому что там, наверное, эти операционные жалобы можно подавать. Да, уже известно, что будет обжалование. Да, так что промежуточный этап, чем кончится, может быть, тем же в связи, как у нас по избирательной кампании, в связи с искренним раскаянием, и всё рассыпается, все дела, которые являются грубейшим нарушением по уголовному кодексу. Марина Сазонтова, это ваше особое мнение. Мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и скоро вернёмся. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Именно её особое мнение мы сегодня слушаем. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление губернатора Игоря Васильева о Кировской региональной ипотечной корпорации. На мой взгляд, этот инструмент уже устарел, и он совсем не нужен, он сказал. Вообще избавляться от КРИК. Учитывая, в том числе, череду скандалов на протяжении последних лет, которые непосредственно связаны с этой организацией. Да, так сказать, уже многие отсидели, отсиживать-то, так сказать, собираются. КРИК. Кировская региональная ипотечная компания. Ну, у нас, говорят, благими намерениями дорога в ад. Но когда есть, что есть насилие? Соблазн есть истинное насилие. И всегда, когда большие деньги. Ведь, в общем-то, идея-то была она неплохая. Вот посмотрите, у нас создавалось... Огромное количество людей в свое жилье приобрели через этот орган. Дело в том, что, например, в районах муниципалитеты строили дома, чтобы получить кадры врачей, медиков, учителей, еще других специалистов. И это была, так сказать, как бы государственная программа, если уж так говорить, для решения вопросов. Но вот этот соблазн, а это говорит о том, что отсутствует контроль за использованием этих средств, за тем, как это решалось. Я знаю, что через КРИК решалась проблема и решена проблема многих обманутых дольщиков. Каким образом КРИКу передавались участки под застройку бесплатно. И за счет этого они могли строить дома. То есть стоимость уменьшалась, естественно, да, раз бесплатно земельный участок. Это компенсировало стоимость квартир, которые дольщики не могли получить. То есть схем-то было много и, как бы, вот видите, я говорю, положительное весьма. Как это будет решаться на уровне правительства, оно может и никак не решаться, если, опять же, не будет контроля. Понимаете, как лодку назови, так и поплывет. Создадут еще какую-нибудь ассоциацию для решения вот этих проблем. Будет ли она эффективно действовать, если будет точно так же отсутствовать контроль. И кому, каким специалистам это порочит. Так что одно закрывают, другое открывают. Понимаете, не в этом. В общем, на ваш взгляд, это не очевидно, что если поступит именно так, то станет лучше. Не очевидно. И в том числе там коррупционная составляющая исчезнет. Если ты выстраиваешь правила игры и четко прописаны для обеих сторон, у тебя есть возможность контролировать. А если у тебя нет возможности или желания контролировать, всегда будем получать, так сказать, я говорила, соблазн. Что есть соблазн? Вернее, насилие, да? Соблазн, естественное насилие. На нашем сайте еще один вопрос от Василия Марина Сергеевна. Сейчас принимаются бюджеты и областные, и муниципальные. Ваше мнение, хочется знать, Василию, о финансовом состоянии региона. Ну, вы все знаете, какой... Бюджет принят у нас в... В конце ноября. В конце ноября уже будет в основном чтении рассматриваться. Законодательное собрание, да. Принят в первом чтении на данный момент. Ну, после этого будут уже смотреть и муниципалитеты. Наша фракция никогда не голосовала за такие бюджеты. Это потому, что были бюджеты не развития, а выживания. Мы с Сергеем Павлинычем не так давно высказывали свое мнение в нашей студии. Это мнение в целом нашей партии. Почему и за бюджет российский мы точно так же не можем голосовать. У нас социальные урезаются все практически программы, проценты. Мы находимся, какие там взять здравоохранение, образование и так далее. У нас практически по всем идет. Если оно хотя бы на каком-то уровне держится, но с учетом инфляции это безусловно вниз. А как же заявление руководителей, что социальная направленность бюджета, она сохраняется. Это никуда не денется. Все свои обязательства мы выполним. Ну, вот давайте, как мы с вами посмотрим, если на зарплату уже врачам говорят не хватает. Я не могу это утверждать. Это, так сказать, доносится из дорожного фонда или еще откуда-то заимствование. Я слышал, что-то есть в педагогической среде, что-то там неладно. Да, да. Поэтому, когда мне рассказывали, вот конкретный пример, социальная направленность. Приходит человек, у которого инвалидность, там вторая группа или третья, за рецептом на бесплатные лекарства. Ему сообщают, а денег нет. Но, тем не менее, вот у нас стену расписывают по стоимости за 6 тысяч рублей один квадратный метр. Куда там поведут, потом и водили президента. Вот это как? Это социальная направленность, сделать картинку и не найти средства на бесплатные лекарства. Поэтому надо просто по земле ходить, а заявление делать легко. Как это на самом деле? И почему у нас до сих пор принимаются решения, в Конституции записано, нельзя принимать решения, ухудшающие положение людей. Но если у тебя сегодня доход превышает полуторный прожиточный минимум, ты уже богатый человек. Тебе никаких льгот. Вот и давай, так сказать, может быть, действительно о здоровье беспокоится больше ходить пешком. Это социальная направленность. Это сегодня урезаются различные ставки. Посмотрите, на аутсорсинг переводятся все, так сказать, потому что невыгодно главным или руководителям предприятия. На своем балансе содержать, да? Да, 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 чтобы, так сказать, не показывать минимальные. Сейчас очень красиво у нас заявлено, у нас же повышается минимальный размер оплаты труда. Имножко. Ну, во всяком, где-то там к 10 тысячам, чуть-чуть-чуть, да? Что делают сегодня руководители предприятий? Оформляют людей на 80, на 0,8% ставки. И тем самым ничего не меняется. И решаются, и говорят, мы решаем все социальные проблемы. Почему мы это не замечаем или не хотим видеть? Надо все-таки, ну, по крайней мере, честно говорить, что у нас сейчас проблемы какие есть. И когда кредитов набрано там и через коммерческие, часть будет погашаться, если там коммерческие кредиты в банках, они не будут у нас пользоваться реструктуризацией. И поэтому бюджет у нас очень, увы, плохий. Не знаю, кто там профицит где-то какой-то увидел. Значит, надо смотреть, за счет чего сокращение. Ну, нет. Сегодня сокращают. Профицит — это обязательное условие федерального центра для того, чтобы нам долг реструктуризировали. А, понятно. Вам нужно? Мы сделаем профицит. Вот, понимаете, мне вот это напоминает. А не потому, что мы смотрим о реалиях, какие у нас сегодня в действительности, если собираются и убирают деньги на предоставление жилья детям-сиротам. 66 миллионов имеете в виду? Да. Ну, вот как? Это социально значимо выполнимые все обязательства, которые должны быть у региона перед гражданами. В ближайшее время губернатор Васильев пообещал представить программу развития области. По его словам, Кировская область вступает в новый период. Меня заинтересовала эта формулировка. В какой период мы такой вступаем, на ваш взгляд? Период губернаторства Васильева? Или какой-то иной? Какие-то внешние вызовы у нас тут будут? Вот как вы себе это объясняете? Или мало оснований для того, чтобы сформулировать четко? Вы знаете, у меня в связи с этим очень грустное положение, когда я тут пообщалась с работниками бывшими завода Крин. С марта их уже куда-то отправляют за пределы. Предприятие, которое в 80 стран мира поставляло инструменты, это фактически была валюта. Вот в 90-е годы, когда людям не выдавали зарплату, да, то это был очень хороший, так сказать, повод, бартер, обмен, и можно было выживать. Уникальные инструменты выпусковое предприятие. Оно сегодня закрывается. Сегодня непонятная ситуация с моим родным предприятием, машинкой. Кстати говоря, кто-то укоротил возраст аж на 30 лет, сказав, что предприятие было создано в 29-м году. Извините, оно было создано на базе вятских железнодорожных мастерских в 1899 году. Как раз тогда бум был железнодорожного строительства, ну, только начиналось еще, вернее. Да, да, да. И, кстати говоря, в Фаленках оказалось название пруда в честь моего деда. Прадеда, прадеда Зоновой. Никто не знал, в Фаленках такая фамилия, пруд Зоновский. Но это вскользь. Так вот, когда такое предприятие начинает быть в непонятной ситуации, предприятие российского значения, которое отправляла вся путевая техника железнодорожная основной, да, вот это тоже непонятно. У нас физприбор. Это уже по количеству предприятий, которые у нас закрыты, новое, да, что у нас вот столько закрыто, и мы начнем новую эру. Губернатор говорит о создании комфортной среды. Ребята, давайте сначала рабочие места создадим. Васильев уверен, что в ближайшие пять лет можно создать все условия для комфортной жизни и работы в регионе. А до этого, видимо, ничего не было. Да. Вот если у нас будут такими же темпами и только определенные виды предприятий сельскохозяйственных, а не в целом подъем от экономики, я не знаю, хоть бы кто-то раз попробовал, как там, на прожиточный или нет, какое-то удовольствие неужели кто-то испытывает ходить протянутой рукой. Если бы у людей было рабочее место, зарплата не такая эффективная на 0,8 ставки, а реальная, которую можно зарабатывать, вот тогда мы, наверное, люди какое-то комфортное состояние начали ощущать. А когда им говорят, что, и они видят, что тут закрывается, там сокращают, я не знаю, какой комфорт тут можно душевный или еще какой-то испытать. Остается у нас буквально полторы минуты. Как вы думаете, чем закончится история с центральным рынком? Вы знаете, продажа центрального рынка выступает за продажу. Я считаю, это продажа дойной коровы. Мы об этом еще в городской думе говорили, когда я была, да, два созыва. И тогда тоже обсуждали. Попытка, да. И кто-то, вы знаете, ну как можно лапшу навесить и сказать, что муниципальные предприятия — это очень убыточные предприятия. Значит, опять же, нет контроля за теми доходами, которые изнутри знают встановку. Люди говорили, сколько они отдавали там в конвертах и так далее, и сколько они официально отчитывались. Так вот, если порядок не будет, там наведен. Да, частник, он, конечно, выстроит под себя и будет идти. Но мы-то 500 миллионов потеряем единовременно, а брать-то потом будет ничего, не будет никакого у нас пополнения дохода. Подождите, потеряем, мы их получим, эти 500 миллионов от продажи. А знаете, как мы их быстро потратим? Заткнув все дырки, так сказать, бросим, а на следующий год у нас, извините, таких денег... Да, поэтому продажа или распродажа, избавление от муниципальной собственности, которая может и должна приносить хороший доход в бюджет, я считаю, это ошибочное мнение. Спасибо большое, Марина Сазонтова. На этом особое мнение завершается. Всего доброго. Ну, я думаю, что не поздно еще поздравить коллег со столетием. Да, со столетием Великого Октября. Тут у нас прошел День милиции, с которым я тоже поздравляю. Да, поэтому впереди еще много хороших дат. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok